Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии, программа «По существу». И сегодня у нас в студии министр юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики Наталья Тимофеева. Наталья Юрьевна, добрый вечер. Добрый. Одна из задач органов власти всех уровней – это эффективное управление имуществом, будь то государственное или муниципальное, недвижимость или земельные участки. Словом, все, что должно приносить доход казне. Как в прошлом году имущество работало на бюджет? У нас в Республике уже не первый год работа в рамках пополнения неналоговой части доходов республиканского бюджета от использования имущества. Она выстроена именно на принципах прозрачности и открытости, и мы к этим же принципам стремимся организовать работу и на муниципальном уровне. И вот совместно от этой работы по итогам 2016 года в консолидированный бюджет Чувашской Республики от неналоговых доходов от распоряжения муниципальным и государственным имуществом поступило больше 2,3 миллиарда рублей, что выше уровня 2015 года по соотношению стоит 9%. Вот один из способов использования имущества – это сдача его в аренду. И именно этот вид деятельности принес почти половину всего дохода, то есть более миллиарда рублей. А остальные средства за счет чего получены? Действительно, более миллиарда рублей, вы правильно отметили, это использование именно аренды и имущества, и земельных участков, они же сюда входят. Вот если соотношение смотреть, все-таки 65% – это аренда земли. Но кроме аренды, конечно же, сегодня это и приватизация, это и хочется мне отметить часть прибыли от, чистой прибыли от государственных унитарных предприятий, хозообществ. И вот хочется отметить тенденции последних лет – это у нас найм и продажа госжилфонда. Почему я об этом сегодня говорю? Потому что уважаемым зрителям это важно. У нас все-таки в республике, а в отличие от других субъектов Российской Федерации, направление госжилфонда достаточно развито. Мы построили этот госжилфонд, предоставили нашим гражданам его по найму, а последние годы реализуем право наших граждан на выкуп такого жилья. Такой льгот и такого права у граждан не во всех субъектах есть. И у нас вот эта льгота распространяется на граждан, предоставляется рассрочка выкупа этого жилья на 10 лет без процентов. То есть по рыночной стоимости на 10 лет имеете право выкупить, уважаемые зрители, кто проживает в госжилфонде. Вот от этого направления тоже есть доходы свыше 150 миллионов рублей за прошлый год. Понимаем, что это достаточно трудный шаг для некоторой категории граждан, на это нужно решиться. Тем не менее, это право у нас сегодня есть, и его вы можете реализовывать. Сегодня у нас реализация этого права уполномоченной организации является служба единого заказчика. Она располагается на Московском проспекте, дом 3. Туда нужно обращаться с заявлениями по выкупу квартир, которые вы используете к госжилфонду. Давайте все-таки вернемся к аренде, как к одному из самых важных направлений. Насколько я в курсе, доходы от этого вида деятельности могли бы быть гораздо больше, если бы не задолженность, которая накоплена по арендной плате в муниципалитетах? Есть у нас и отсайдеры, есть и передовики в этом направлении. Но в целом, конечно, тенденция 2016 года и конца 2015 года, она была связана с общей экономической ситуацией в Российской Федерации. Конечно, был некий спад спроса на аренду. Но это не причина того, что мы не должны работать, мы и муниципальные образования должны работать с нашими должниками, те, которые используют это имущество. Потому что наши действия, они четко прописаны законом и гражданским кодексом, и другими нормативными правовыми актами. Конечно, у нас сегодня порядка 300 миллионов рублей в целом по республике. Это та задолженность, которая еще не взыскана, но имеется по итогам работы предыдущих лет. Что мне хочется сказать? Конечно, говоря об этой большой цифре, я считаю, 300 миллионов рублей ориентировочно, хочется сказать, что все-таки здесь город Чебокцары внес свою лепту. Сегодня он является аутсайдером по этому направлению. И основная сумма только по городу Чебокцары. Вот непосредственно город Чебокцары. Мы, конечно, давали им неоднократные рекомендации. И сегодня уже видим результаты, но, тем не менее, время ими упущено. И ряд организаций допущено их банкротное, предбанкротное состояние. Конечно, с такими организациями сложнее взыскивать задолженность. Поэтому мы всем органам местного управления привели вот этот ненадлежащий пример все-таки деятельности администрации города Чебокцары, дабы таких случаев не допускать. Сегодня эта ситуация у нас на контроле. Мы отслеживаем их работу и надеемся все-таки, что рекомендации будут выполнены, потому что это сегодня в их же интересах, в интересах бюджета и города, горожан и в целом республики. И, Наталья Юрьевна, отдельный разговор о неиспользуемых земельных участках. Вот насколько удалось продвинуться в этом направлении за прошлый год и какие планы на этот? Вы знаете, эта тема достаточно серьезная, потому что сейчас вот цифры, которые приводит Минсельхоз Российской Федерации по России в целом, значительные цифры называются по неиспользуемым землям сельхозназначений, которые подлежат воду в оборот. Вот если смотреть на начало прошлого года, Минсельхоз России приводил чуть больше 19 миллионов земель сельхозназначений, которые подлежат воду в оборот. По ПФУ эта цифра 5,6 миллионов. Вот у нас в республике эта цифра была 97 тысяч, не миллионов, а тысяч гектар земель сельхозназначений. Мы за прошлый год их снизили на больше, чем на 20 тысяч гектар. Сегодня у нас вот 70-71 тысяча гектар, которые подлежат воду в оборот в 17-е и последующие годы. Это работа не одного дня. Это работа, во-первых, комплекса мероприятий и комплекса тех лиц, которым в этом направлении задействован. Это мероприятие по выявлению таких собственников. Это мероприятие в рамках муниципального контроля и государственного земельного надзора, на который у нас уполномочены управление Росреестра, управление Россельхозназора совместно с муниципальными образованиями. И после уже совершения действий госнадзора, муниципального надзора возникают у нас редкие, но имеющиеся на территории республики случаи уже изъятия земель сельхозназначения. Из частной собственности в результате того, что эти земли не использовались на протяжении, вот как закон прописывает, сегодня у нас три года и более. Такой случай у нас сегодня имеется в республике. Это работа не одного дня. На территории Аликовского района изъято более тысячи гектар земель сельхозназначения из частной собственности, повторяюсь. В связи с тем, что вот как раз земли не обрабатывались там больше шести лет, вот в данном конкретном случае. Сегодня уже решение прошло две инстанции, оно вступило в законную силу. Нами в свете того, что федеральный законодатель к землям сельхозназначения также изменил достаточно серьезное законодательство в прошлом году, в июле прошлого года. Теперь мы помимо изъятия также уполномочены на продажу таких земель для того, чтобы найти надлежащего собственника, кто будет надлежащим образом эту землю обрабатывать. Вот в марте у нас на сайте определено, информация есть, вот эти земли как раз подлежат продаже на публичных торгах. Все желающие могут принять участие в этих торгах и уже зарекомендовать себя, как публичный и родивый собственник, относящийся именно к землям сельхозназначения, для того, чтобы их использовать исключительно по целевому назначению в интересах сельхозтоваропроизводителей и пользователей. Что касается земель, а вообще какие меры ответственности за неэффективное управление имуществом предусмотрены? Вообще у нас на территории республики, так же как и в других субъектах Российской Федерации, помимо той ответственности, которая предусмотрена Кодексом административных правонарушений, специальные нормы по отношению к имуществу, у нас действует специальная статья, касающаяся двух диспозиций. Это распоряжение государственным имуществом и использование государственного имущества без согласия уполномоченного органа, в данном случае нас, Минюсту Чувашии, так как на территории республики мы являемся уполномоченным органом, вы знаете об этом. Вот если смотреть ситуацию по использованию госимущества на протяжении ряда лет и анализировать два последних года с предыдущими тремя годами, то у нас выявление правонарушений, связанных с неиспользованием распоряжения без согласия собственника, с нарушением процедуры или сроков использования имущества, то количество вот таких выявляемых правонарушений увеличилось в 2,2 раза. Сегодня мы внесли изменения, вносим изменения, и он будет рассматриваться, этот законопроект, на Государственном совете в установленном порядке об увеличении размера штрафных санкций, предусмотренных за, вот, как я уже сказала, распоряжение или использование без нашего согласия с нарушением порядка. Размер штрафов мы значительно увеличиваем. Хотелось бы сказать, что это не сама цель увеличения размера штрафных санкций, тем более, что если соотносить эту ответственность по штрафам с рыночной стоимостью того же имущества, здесь ущерб несопоставимый. Помимо вот увеличения этой штрафных санкций, мы на сегодняшний день занимаемся работой по взысканию необосновательного обогащения и материального ущерба, причиненного государственному имуществу, муниципальному имуществу в случае его использования или распоряжения им не по назначению. Это отдельное направление работы. То есть здесь, с учетом тенденций последнего времени, все-таки необходимо усиливать работу. И помимо административной ответственности, плюс еще гражданско-правовая ответственность. Здесь тоже цифры значительные. И сегодня у нас в судах достаточное количество дел. Несмотря на то, что имеется тенденция все-таки доказывать о том, что правовые основания для использования госимущества в тех или иных случаях были, сегодня суд подтверждает то, что в любом случае это должно происходить с согласия собственника и с согласия с соблюдением того порядка, который предприсан как федеральным, так и региональным законодательством. Ну что ж, спасибо вам большое. И напомню, что сегодня нашей собеседницей была министр юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики Наталья Тимофеева. Спасибо за внимание и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова